и всем привет ребят с вами мистер ванька и сегодня записываю новый ролик спасибо огромнейше ребят за поддержку моего нового формата всем тем ребятам которые смотрят данный ролик и те кто посмотрели тот самый видос которого мы начинали спасибо что цените что вам нравится такого рода вообще видосы вам нравится узнавать что-то новое сегодня мы откроем контейнер и запишем определенного рода еще одну карточку пообсуждаем посмотрим что нам сегодня вообще матчмейкинг предложит да сегодня еще будет у нас данный аккаунтик 3 ворент мой чиппердейл на шафте я видел много комментариев в которых вы писали то что вы бы хотели видеть данную рубрику на основных аккаунтах и я вам могу с уверенностью сказать сказать что совсем скоро все это дело мы будем конечно же записывать на основах будем рассматривать какие-то определенные вооружения вы будете выбирать своего рода определенные вооружения которые вы хотите посмотреть я вам буду показывать обсуждать что у нас там будет получаться я думаю что довольно таки интересно вообще движение у нас в дальнейшем будут происходить ну а сегодня мы откроем контейнеры и я думаю что мне бы не помешало бы на ручка потому что у нас осталось всего лишь 330 звезд до конца именно таким набитие наших нашего именно такие челленджа на данном аккаунте осталось у нас один день 13 часов сегодня мы будем немножечко таки потеть больше у нас к слову контейнеров не будет 19 шучку мы сегодня быстро откроем и полетим уже продолжать нагибать обсуждать и смотреть вообще как у нас будет там что двигаться мне безусловно нужна нарк дэшки сейчас прямо-таки падают дэшку у меня вообще оставалось там 25 штучек мне надо еще конечно же чтобы дропнула сегодня аптечечка возможно еще в какой-то степени было бы неплохо если бы дропанула 250 всех припасов поэтому давайте смотреть что тут вообще будет падать 10 дней прямо падать нифига себе зачем мне правда только эти 10 дней прямо здесь надо на данном аккаунте но ладно 10 дней прямо падает окей посмотрим что мы с ним вообще будем здесь реализовывать окей где едем дальше в принципе 125 двойного урона еще падает неплохо красиво зеленочка 50 батареечек я бы здесь конечно же бы хотел видеть немножечко другой припас хотя бы 100 всех припасов я бы хотел бы здесь видеть 125 ускорение 12 контейнеров у нас остается миночки как же без миночек куда без миночек без миночек контейнеров не бывает фиолетовое свечение краска фантом фантом какая-то красочка у нас такая вот падает не знаю на что она похожа похожа на вертига если честно немножко только это я так понял не анимированная краска да у нас где она настолько имеется вот она фантом каут красочка она еще падает фиолетовом свечения не в синем я бы конечно я бы в какое-нибудь синее свечение поставил ну ладно не суть как говорится здесь контейнеров у нас остается открываем дальше три с половиной тысячи кристаллов выпадает давайте дальше ух ты еще фиолетик нифига тебя противенька стука ёб твою стука боже что ты как-то я даже провтыкал соточка выпало неплохо соточка это конечно положительное даже обсказал аппетитно сочные нагибаторские круто сотка здесь конечно пригодить пригодится для выкачивания уже новых модулей 100 всех припасов е-бой изи каточка хорошее вообще открытие у нас получается сегодня 125 двойной защита ладно бронька лишней не бывает мне бы еще 100 всех припасов 5 золотых падает хорошо еще соточка есть супер соточка как раз таки то что мне и надо было падает еще бы одну соточку бы я был бы вообще брат и е-бой боже это что вообще такое но еще если одну то это будет вообще шикарно боже нет танки остановитесь может еще одну нет больше не будет 125 двойного урона боже это что было такое просто что это такое вот это нарки мне надропала конечно красиво 469 аптечку нас становится 800 dd шаг офигеть но теперь мне точно нарки хватит до конца данного челленджа суперские контейнеры как по мне мне последнее время давно так не приносили вообще положительные эмоции открытия контейнеров ну а тут и выпала и соточка и три подряд по именно таки 100 припасов вообще отличное открытие как вообще по вашему мнению достойно ли открытие у нас получилось давайте пикаться уже в карточку что-то мне аж в какой-то степени аж смешно становится от того насколько круто все это дело конечно же надропала соточка это довольно таки достойно ну давайте смотреть что нам предложат матчмейкинг и углубляться уже в саму карточку у нас есть пустыня и ссылочка за девчик надо занимать какую-то определенную позицию сразу парень едет на доставку флага мы в сводочку сразу с как бы ну в снайперский режим именно таки уходим потому что она быстро забрать танка без снайперского режима его другим никаким способом точно не заберу ну и конечно же сразу выдвигаемся занимать какую-то определенную позицию которую считаю более нужной на данной карте возможно таки такую вот займем пока что есть у нас здесь на данной карте две респ зоны именно таки вот по этой стороне и по флагу он именно таки стоит давайте сразу сведемся вижу парня который стоит афк давайте заберем лишний килл конечно же не бывает при том что я делаю сводочку у меня полный баллон не уходит и я сразу же могу наносить урон именно таки ван тапчиком и никаких проблем у меня в этом плане не бывает быстро я думаю что даже не стоит ехать сейчас где-то на респе сидеть просто давайте здесь постоим просто понакидываем вот так вот красивенько так викингов по ваншоте вот диктатор даже тут какой-то респуется конечно же он поедет на меня но куда же он может ехать если не на меня да 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 нагибатор ладно ходим нарез давайте попытаемся сделать все в принципе то же самое 7 киллов уже наколотил к слову шафт это конечно та самая пушка которая сейчас на моих званиях просто нагибает зверски аппетитно нагибаторский давайте сразу вот здесь вот сведемся в парни хорошо отлично выстрел полторашечку выдаем резиста нету спокойно легчайшим образом вот этого тоже забираем нагибает все что движется просто все что движется да со стороны кажется просто что это чересчур изи но я бы сказал так что тут как повезет ребят тут как повезет может вас закинуть куда-нибудь к младшим лейтом и потом вы будете сидеть и страдать и ничего не сможете сделать давайте здесь быстренько страйки разоберем ай сводочка не успел не успел надо было быстро наверное даже лучше сводиться и забирать его таким способом давайте поставим куда-нибудь сейчас миночку в этот проход стопудово здесь противник потом поедет и ее подорвет ну и давайте наверное занимать вот такого рода позицию ддшечка сводочка есть то есть полторашечка конечно было немножко маловато там у диктатора было около 2000 хп надо было чуть подождать чуть побольше свестись но не было времени не было время противник уже уходил в немножко в другую зону и я там уже ничего такого сделать не мог и вижу страйкеров далеке конечно же принимая решение сводится полный баллон четыре с половиной тысячи внес ёптвою четыре с половиной тысячи как после этого еще можно выжить здесь явно какой то небольшой процент респов с этой стороны но ладно есть у нас голодик давайте попробуем его поймать где у нас вообще падать будет страйкер меня сводится вижу голод не они они от страйкеров есть ушел контейнер 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 коктейнер ароках tener давай давай заберем 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 нет нет он боже как по ним подлетел как читак ну ладно чуть чуть не получилось но в принципе было довольно таки аппетитно, довольно таки аппетитно, каточку мы пока до сих пор выигрываем а это значит, что в принципе все двигается по нашей теме, по нашему нагибчику, который должен быть здесь вообще на этой карте, но отрыв уменьшается, это значит, что мне уже стоит придерживаться больше своего респа, больше занимать какую-то позицию на отстрел противника все же мы играем за деф в АСЛ это значит, что нам надо каким-то образом сдерживать противника, не давать ему доставлять флаги и на шафте на данной карте, на пустыньке, безусловно это реально сделать если бы у меня бы еще, конечно башня крутилась быстро, а я тут сейчас как нубас последний, боже, гоняюсь за страйкером и никак не могу его догнать, бывает, есть определенные, конечно минусы у шафта в этом плане, плюс я еще не тот супер профессиональный игрок, который умеет все это делать быстро, навскидку и понимать и принимать правильные решения именно таки в данной ситуации по сводке, именно таки по сводке на данной пушке, поэтому вот бывают такие вот моментики у нас появляются, блин, громчик очень быстро начинает ставить, я даже не успеваю здесь ничего сделать и что-то мне кажется, что наша команда начинает потихонечку течь и наверное надо как-то пытаться исправить данную ситуацию, давайте попробуем четко поиграть на респ именно таки флагоносцев, которые будут тащить флаг, одного я сразу же быстро респанул, у нас все же пушка которая быстро может свестись и нанести колоссальный урон и вот сейчас бы вот этого твинца я бы конечно же бы успел наверное свести и забрать на респ, но быстро меня контролит здесь страйкер ничего не получается у меня сделать есть викафриз, давайте мы успеем наверное успею, 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 успею да, хорошо, полторы тысячи выдал этого в принципе было достаточно, но все равно мы проигрываем катку, мы все равно проигрываем катку, потому что противник уже держит наш респ, в принципе я-то занимаю первое место, но мы же хотим выиграть данную катку, мое соотношение наверное нанесенного урона и полученного сейчас пока все равно в два раза больше потому что я вижу мою УПшку 16 на 8 это значит, что в принципе урон-то я наношу, но сделать в соло игру в матчмейкинге не так таки просто, есть определенного рода проблемы, которые можно встретить здесь, если команда твоя не совсем хочет выигрывать но нам надо здесь забирать явно вот этого Вика Фреза, нельзя здесь ему давать доставлять флаг, при том, что противнику-то осталось поставить только одну тряпку и он уже ее везет, давайте попробуем свести здесь прямо сразу же в диктатора даже я дам наверняка, наверняка сведусь, лучше дам полный баллон и как же я сейчас здесь пропустил данного игрока, но есть такие моменты, ребят, когда ты играешь вот по большей части один, вы видите, да, соотношение опыта у игроков моей команды и, в принципе, по таким небольшого рода именно такие ну, я не знаю, как статистики по бою можно сразу же сказать, что кто-то играет, кто-то вот 16 на 15, кто-то один на 11 это значит, что, ну, бывает так вот не везет, это все-таки мальки здесь определенного рода такие тяжелые каточки у нас появляются вот такой вот ролик получился, ребят, не забываем поддерживать в видосике такого плана вообще лайком, ребят, ваша активность это то за счет чего мы вообще, в принципе, потом записываем такого плана ролики и именно таки от ваших от вашей активности, от ваших лайков зависит, насколько часто будет выходить подобного рода видеоролики у меня на этом все, с вами был мистер Ванька, всем спасибо за просмотр всем удачи и всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok